И двенадцатый дом гороскопа. Тут мы вернулись к картинкам привычным. Картинки привычные. Итак, двенадцатый дом гороскопа. Что в нем? В двенадцатом доме, между прочим, если вспомнить круг, то двенадцатый дом гороскопа над чем? Над оценкой. Концидентом, с которого начинается первый дом. То есть двенадцатый, это то, что непосредственно висит над нашей головой. Что это? И что там изображено? Какая-то непонятная картина. Сидит человек, но его руки и ноги, мы-то сейчас такого не знаем уже, вставлены в какие-то отверстия, и что там такое прикручено? Тюрьма это, коллеги, тюрьма нарисована. Кандалы. Ну, это же старинная картина. Сейчас в СИЗО другие методы применяют. А в средние века, в средние века вот это так выглядело. То есть двенадцатый дом, это, ну это пострашнее восьмого. Потому что в восьмом умер и умер. А в двенадцатом ты не умираешь, ты там живешь, но мечтаешь о чем? Только об одном. Побыстрее восьмой дом. Да, двенадцатый дом это лютый, лютый, потому что восьмой смерть, но смерть не может длиться годами. Она пришла и все. А двенадцатый дом это не смерть, это жизнь. Но это жизнь адская. Да, да, это адская жизнь. Поэтому я и сказал, что на одиннадцатом доме все хорошее в нашей судьбе кончается. И финал это двенадцатый дом. Что входит в двенадцатый дом? Ну, как вы уже поняли, тюрьма лишения свободы. Ну, кому это суждено, кому не суждено. Все это видно в натальной карте. Все это видно. И нельзя уйти от судьбы. Нельзя, если эта темница тебе предначертано, нельзя уйти от судьбы. Вот свежайший пример. Буквально на днях приходит к нам пожилая женщина и рассказывает свою историю, что я выступила поручителем, ну, наверное, по кредиту, я так до конца и не понял, но денежное дело, подписалась. А те люди, значит, не возвращают. И теперь тот, кто дал деньги, естественно, требует их с кого? С нее. И я смотрю в ее натальную карту, в ее двенадцатый дом. Да, она был в суд, она его, естественно, проиграла, подала апелляцию, разумеется, ее проиграла. Кассацию подавать бесполезно ей, это уже и адвокаты сказали, что бессмысленная трата времени и денег. То есть судебно все проиграла, причем проиграла по закону, она же подписалась, подписалась. То есть там, собственно, никаких нарушений, и у нее в двенадцатом доме пять показателей, пять на тюрьму. Поэтому она-то думает, что еще что-то как-то, вот, а я говорю, что вам надо уже совсем о другом думать, чтобы вас в тюрьму не отправили, потому что она платить отказывается, вернее, суд ей вынес с пенсии, ну, вот эти, она каждый раз там платит, а того, кто давал деньги, это не устраивает, ну, потому что спит, ну, естественно, да. Вот, и поэтому ситуация приобретает крайне опасный характер. Это предмет двенадцатого дома. Но в двенадцатом доме не только тюрьма. В двенадцатом доме гороскопа еще больницы. Больница это, собственно, разновидность тюрьмы, ну, только мы туда добровольно, в отличие от тюрьмы, попадаем, но это тоже двенадцатый дом. Монастыри, это тоже двенадцатый дом. Тоже тюрьма, но такая, как бы, добровольная. Ну, тюрьма же, человек изолирован, изолирован от общества. Тюрьма, больница, монастырь, какая разница, как ты туда попал, добровольно или принудительно, но ты изолирован от людей, причем больницы и монастыри бывают еще пострашнее, чем тюрьмы иногда. Что еще двенадцатый дом? Это дикая природа. Ну, то есть, когда человек вот куда-то туда уходит и вот там вот в лесу, в лесу хочет жить, чтобы никого не видеть и не слышать. Человек ушел от цивилизации. Это тоже двенадцатый дом гороскопа. Двенадцатый дом, это вот все форматы, все форматы изоляции разные, но суть одна. Человек изолирован от общества и находится где-то, где нет других людей. Где нет других людей. Это опыт двенадцатого дома гороскопа. Его нужно тоже знать, потому что он полезен.